Доброе утро всем! Как всегда в этот час на канале ЗАП-ТВ программа «В этот день». Главной памятной датой 10 апреля является Международный день движения сопротивления. В этот день мы вспоминаем героев тех стран, которые присоединились к Советскому Союзу в борьбе против фашизма. Борцы участвовали в партизанских движениях, разведывательных мероприятиях, способствовали освобождению от оккупантов. Наибольшего размаха движения сопротивления, кроме СССР, достигло в Польше, Италии, Франции, Болгарии и Югославии. В память о жертвах войны, участниках сопротивления, для предотвращения военной агрессии и примирения наций и учреждена эта дата. Но вернемся к теме мирного труда. Еще совсем недавно люди, которые работали у себя дома, назывались надомниками. В основном это были лица с ограниченными возможностями, которые клеили почтовые конверты, вязали одежду, собирали шпингалеты, дверные и оконные петли. Сегодня ситуация изменилась. Благодаря развитию цифровых технологий, компания и крупные корпорации, все чаще переводят сотрудников разных квалификаций на удаленный режим работы. А недавняя пандемия коронавируса и вовсе сделала слово «удаленка» привычной в нашем лексиконе. Так что все, у кого место жительства и место работы имеют один и тот же адрес, могут отметить свой праздник. Любой работник, хоть удаленный, хоть обычный, не работник без хорошей еды. Как раньше говорили на Руси, щи да каша, пища наша. Вот у одной из главных каш на Руси, у гречневой, сегодня свой праздник. Впервые гречка у славян появилась в Киевской Руси в 7 веке. А вот индусы и другие восточные народы начали употреблять ее в пищу еще 4000 лет назад. В советское время гречка была дефицитом и продавалась по специальным талонам, которые выдавались людям с разными заболеваниями или в праздничных продуктовых наборах. А сегодня эта крупа является индикатором наступления смутных времен. Именно с нее начинают расти цены во времена социальных катаклизмов. Помимо диет и здоровой пищи, справляться с болезнями нам помогают не только врачи традиционной медицины, но и гомеопаты. Это специалисты, которые черпают свои знания со времен Гиппократа, который исповедовал принцип «исцеляй подобное подобным». В России Минздрав официально разрешил применять гомеопатические средства в 1995 году. А вот в советские времена эта наука была у нас в стране под запретом. А принцип гомеопатии заключается в том, что она рассматривает внешние симптомы как попытки организма справиться с болезнью. Для этого ему требуются средства, вызывающие сильный иммунный отклик – малые дозы вещества, провоцирующие хворь. Желать друг другу здоровья прежде всего принято у близких людей и родственников. Вот, кстати, о родственниках. Сегодня отмечается День братьев и сестер. Этот праздник – отличный повод вспомнить о том, что на земле есть близкая родственная душа. Он несет в себе добро, любовь, заботу и понимание, учит уважению к близким и родным. Праздник был придуман в Индии и быстро распространился по земному шару. Помирила и сделала ближе многих родных людей. Благодаря ему родственники имеют дополнительный повод позвонить или написать друг другу, поздравить с общим праздником или просто спросить, как дела. Вот такой у нас сегодня интересный и разнообразный на события день. Встречаемся завтра утром на канале ЗАП-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова